Визит инспектора пожарного надзора МЧС стал явно неожиданным для продавца фейерверка. С виду все в полном порядке, но интересуют все же детали. В первую очередь сертификат на товары. Важны и условия хранения, и количество бомбочек и хлопушек на один квадратный метр. Да и сами продавцы демонстрируют знания о том, что продают людям. Заряд, а разлет? Разлет? Ну тут калибр у нас 0,8 дюйма. Ну, короче говоря, безопасность в принципе. Можно я могу посмотреть в каталог, если хотите? Вы спросите, я пришел купить. Вы хотите, чтобы я прямо в сантиметр? Да, я хочу, чтобы вы посмотрели и простутировали, мне как важно. Продавец едва, но все же проходит экзамен на знание товара. Инспектор обещает вернуться снова и опять попросить продать ему фейерверк. Важно, чтобы пиротехнику не отпускали тем, кому меньше 16 лет. Остальным же проводили подробный инструктаж. В основном это знал. Ну, кроме того, что с 18 лет, может быть, вот это. Так вообще 16 лет продают по закону. Остальное мне понятно. Инструктаж я покупателей регулярно провожу и говорю, что с руки нельзя стрелять. Все остальное тоже. Дома нельзя пиротехнические изделия использовать. Я тоже говорю. Мелкие недочеты продавец тут же берется исправлять. В соседнем павильоне инспектора и вовсе некому было встречать. Хозяев то ли не было на месте, то ли просто не решились выходить на разговор, когда на полках товар явно не первой свежести. Одно из главных требований к магазинам фейерверков – это отдельно стоящее здание. Здесь же над расположением торговых рядов, очевидно, никто не задумывался. Которое располагалось непосредственно в торговом павильоне на пути эвакуации, что является недопустимым требованием пожарной безопасности и нарушением. Данный руководитель предприятия был проинструктирован и предупрежден об административной ответственности. В случае повторного выявления нарушения, мы планируем это сделать, будет применена уже мера административного воздействия. Помимо постоянного мониторинга продавцов фейерверков, ведется активная работа с покупателями. Прежде чем купить любую хлопушку, важно знать простые правила по их использованию. Большая профилактическая работа. Мы ее выстроили в несколько этапов. Два этапа мы уже провели. Это и работа в школах, это и сельские сходы, это и раздача памятник, и стоптажи и так далее. Мы эту работу продолжаем и наращиваем, потому что новогодние праздники все ближе и ближе и ближе. Через несколько недель в сочинском небе раздадутся тысячи залпов. Неописуемая красота для одних и самое горячее время для других. Профилактика и мониторинг сегодня – это расчет на то, что наступающий Новый год не омрачится происшествиями.